Последний вдох и рывок. Слалом «Гигант» – одна из сложнейших спортивных дисциплин. Резанные повороты, жесткий склон и высокая скорость – более 80 км в час. Сочковать не получится. Здесь собрались лучшие горнолыжники России и не только. Спортсмены из Словакии и Словении также захотели посмотреть на красоты Сахалина и побороться за медали. Это, наверное, одни из самых крупнейших соревнований по статусу. У нас в стране сегодня разыгрываются медали чемпионата и в ближайшее время специальным словом «Гиганти». Здесь созданы все условия. Есть все возможности для того, чтобы поставить трассу, чтобы спортсменам было сложнее ее преодолевать, и они могли демонстрировать техническое мастерство. 50 ворот для девушек, 47 для юношей и около двух километров непростой трассы. Спортсмены медитативно готовятся к спуску, вспоминая повороты. Несмотря на внешнее спокойствие, нервы у всех на пределе. И желания пообщаться с журналистами нет. Совсем недавно спортсмены выступали на соревнованиях в Сочи. 11 тысяч километров, кардинальная смена часовых поясов, лыжники к этому давно привыкли. За сезон спортсмены успевают охватить по 30-40 состязаний. Правда, количество для лыжника не является показателем качества. «Лучше, чтобы он выигрывал в соревнованиях, на которых выступает. Главное – качество». Соревнования начались ранним утром. Надо успеть откататься до плюсовых температур. Чем тверже снег, тем лучше результаты. «Состояние склона очень отличное, очень хорошо кондоваться. Но было тяжело, потому что трасса длинная. И устаешь в последний крутой участок. Уже тяжело ехать. Уже ноги болят». Имена участников соревнований на слуху. Слабых на чемпионате нет. Но тренеры между собой ставят на Марию Бедареву – лыжницу с Камчатки. Однако спортсменке достается серебро. Девушка расстроена. «Ох! Я просто выиграла в первой попытке и думала, что я удержу свое место, так сказать. Но во второй попытке немножко проиграла и по сумме. Единственное, на первой попытке было очень здорово, потому что снег был жесткий. На второй попытке вышло солнце, отпустило снег, он стал мягче. Трасса, естественно, разбивалась немножко побольше». На 0,04 секунды Бедарева обогнала москвичка Екатерина Ткаченко. У Сахалинки Владиславы Буреевой – бронза. У мужчин золотая медаль досталась Александру Андреенко из города Москвы.